Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов! В прошлом году у меня вышло видео с рецептом приготовления глазури для куличей на основе маршмеллоу. В том видео я украшала свои куличи трехцветными безе, сахарными кружевами и медово-имбирными пряниками. После выхода видео от вас поступило огромное количество комментариев с просьбой показать, как я готовлю все эти украшения. На канале уже есть видео с рецептами приготовления разноцветного безе на швейцарской меренге и съедобных сахарных кружев, а вот до пряников все никак не доходили руки. И сегодня я наконец-то поделюсь с вами одним из своих любимых рецептов теста для медово-имбирных пряников. Это не единственный рецепт, которым я пользуюсь, но один из самых удачных и многократно опробованных. Приготовление пряников из этого теста можно условно разделить на три этапа. Заготовка медово-масляной смеси, замешивание теста и выпечка пряников, но обо всем по порядку. Итак, приступим. Готовим медово-масляную смесь. Устанавливаем на плиту небольшую кастрюлю, отправляем в нее 200 г меда и размешиваем, пока мед нагреется и станет жидким. Добавляем к нему специи. Полную чайную ложку корицы, полную чайную ложку сухого имбиря, по пол чайной ложки мускатного ореха, кардамона и измельченной на кофемолке гвоздики, а также щепотку соли, несмотря на то, что это сладкие пряники, соль выступает в качестве усилителя вкуса, не игнорируйте ее. Все хорошо перемешиваем. Если масса уже начинает закипать, просто отключите плиту. Добавляем к пряной смеси 200 г сливочного масла, неважно какой температуры, оно все равно растопится. Перемешиваем смесь до тех пор, пока масло полностью растает. Предвижу ваши комментарии по поводу нагревания меда и скажу сразу, нам от меда нужен вкус и аромат. Понятно, что мед полезен только в холодном виде в прикуску с чаем, но мы же с вами готовим медовые пряники, а они в любом случае будут запекаться в духовке при высокой температуре, поэтому, если хотите кушать мед в чистом виде, делайте пряники на инвертном сиропе или на жженом сахаре, а мы продолжаем дальше готовить ароматные медовые пряники. Оставляем медово-масляную смесь на кухне, крышкой накрывать не надо и даем ей настояться хотя бы несколько часов. Я, как правило, оставляю смесь на сутки и только на следующий день замешиваю тесто, а за это время специи прекрасно успевают раскрыть и отдать весь свой аромат. Если вам нужно быстро замесить тесто, дождитесь, пока масса остынет до теплого состояния, хотя бы до 40 градусов, а затем приступайте к замесу. У меня прошли сутки. Вот так выглядит масса. Ее нужно слегка подогреть, буквально 1-2 минуты, чтобы она стала жидкой, но ни в коем случае не горячей. Эту процедуру я оставила за кадром. В чашу миксера высыпаем 250 граммов сахарной пудры. Ее обязательно надо просеять. Если вы планируете готовить пряники просто для еды, без дальнейшей росписи сахарной глазурью, то для приготовления теста можно использовать обычный сахар. А если собираетесь пряники расписывать глазурью, старайтесь делать их на пудре, тогда в тесте не будет вкраплений сахарных кристаллов, а обратная сторона пряника будет максимально гладкая, без больших дырок и пузырей. В миску вбиваем 3 яйца и отправляем их в дежу с пудрой, устанавливаем венчик и на самых малых оборотах просто перемешиваем массу, ничего взбивать не надо. Как только масса станет однородной, туда же вливаем чуть теплую медово-масляную смесь и продолжаем смешивать на небольших оборотах, вот почему она не должна быть горячей, иначе яичная смесь просто свернется. Когда масса станет однородной, меняем венчик на крюк для густого теста, добавляем в чашу миксера 1 чайную ложку соды или 10 г разрыхлителя и частями в 2-3 приема всыпаем 700 г просеянной муки. Если у вас нет такого миксера, замешивайте тесто с помощью деревянной ложки, а когда станет трудно мешать, переложите массу на стол и понемногу подсыпая муку, замесите однородное гладкое тесто, оно без проблем замешивается вручную. Опять же, смотрите по своей муке, лучше ее не доложить, чем замесить слишком крутое тесто. Со временем оно загустеет, а имея в наличии мед и сливочное масло, при хранении в холодильнике застынет, и потом это тесто будет трудно раскатывать. В результате получается вот такое мягкое, слегка липкое, очень ароматное тесто. И 700 г муки я оставила в миске буквально 40 г, она пригодится нам чуть позже для раскатывания теста. Собираем его со стенок чаши скребком и раскладываем в два пакета. В этом тесте очень много сахара и почти нет ингредиентов, которые могли бы испортиться, поэтому медово-имбирное тесто на прянике может пролежать в холодильнике без потери качества в течение 2-3 месяцев, и чем оно старше, тем ароматнее. Я даже проводила эксперимент и хранила его до полугода, и могу сказать, что качество нисколько не пострадало, мало того, оно еще отлично подвергается заморозке. У меня всегда есть в холодильнике пакет с пряничным тестом, его можно в любой момент достать и испечь вкусные ароматные пряники. Хорошо завязываем пакеты с тестом, придаем плоскую форму, для того, чтобы вынув из холодильника, оно быстрее согрелось. Как и любое пряничное тесто, отправляем его на холод минимум на 6 часов, а еще лучше приступать к выпечке пряников не раньше, чем через сутки. За это время тесто созреет, отлежится, в нем набухнет клейковина, и оно станет более эластичным. У меня прошли одни сутки, я заранее достала тесто из холодильника примерно 3 часа назад, оно уже хорошо согрелось и даже стало мягким. Чтобы тесто не заветрилось, держите его в пакете, поэтому я достану только одну часть и буду с ним работать. Тесто очень мягкое, нежное, рыхлое, как песочное. Если чувствуете, что оно слабое, подмесите его на муке, это как раз те 40 граммов, которые у нас оставались. Раскатываем тесто сразу на бумаге для выпечки, силиконовом или, как у меня, тефлоновом коврике, на них же и будем выпекать. Делается это для того, чтобы при переноске не деформировать заготовки. В зависимости от размера пряников, пласт теста раскатываем толщиной от 3 до 5 мм для небольших пряников и от 7 до 10 мм для изделий большого размера. Если у вас есть скалка с ограничителями высоты, отлично, если нет, можно обойтись любыми подручными средствами нужной толщины, например, линейками, сложенными вдвое, или деревянными палочками, которые необходимо положить с двух сторон от куска теста и уже по ним раскатывать, используя их как направляющие. Я обхожусь без всяких приспособлений и раскатываю тесто толщиной примерно 4 мм. Вырубки для пряников бывают как металлические, так и из пищевого пластика. Поскольку дело идет к Пасхе, то сегодня мы будем выпекать пряники на эту тему. У меня вот такие вырубки в виде пасхальных яиц разного размера, бабочек, цыплят и зайчат, а также штампы к этим вырубкам. Вырезаем фигурки из теста прямо на коврике, оставляя между ними достаточное расстояние, поскольку при выпечке в духовке пряники набухнут и слегка увеличатся в размере. Излишки теста аккуратно извлекаем и сразу же убираем в пакет, оно не должно лежать на воздухе. Кроме того, хочу показать вам, как можно оформить пряник, не имея опыта украшения с сахарной глазурью. Достаточно поверх заготовки слегка нажать штампом и получится вот такой симпатичный фактурный оттиск, который можно оставить как есть, не расписывая пряник глазурью. Перекладываем коврик с заготовками на противень, я буду печь на обратной стороне и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Я выпекаю на режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией в течение 7 минут, но учитывая возможности и особенности вашей духовки, рекомендую приготовить один пробный пряник и определить оптимальную температуру. Она может быть выше или ниже на 10 градусов, а также время выпечки. Оно может варьироваться от 7 до 12 минут в зависимости от температуры в духовке, толщины пряников, количество противней и так далее. Готовые пряники достаем из духовки и выкладываем на ровную поверхность. Обратите внимание, там где между заготовками было много места, пряники целенькие, а там где расстояние было недостаточным, пряники соприкоснулись друг с другом. Хочу показать вам обратную сторону. Пряники ровные, гладкие, мелкопористые, без крупных дырок и пустот. Это все благодаря использованию сахарной пудры вместо сахара и выпеканию на тефлоновом коврике. На ощупь пряники очень и очень мягкие, а внутри нежные, пористые и бесподобно ароматные. Цвет у пряников это что-то нереально красивое. Дайте им остыть буквально 4-5 минут, накройте пленкой или уберите в контейнер, чтобы сохранить мягкость и влажность. Пряники, прилипшие друг к другу, считаются браком. Их можно просто так кушать, а для росписи оставляйте только самые ровные, гладкие, красивые и без изъянов. Тесто прекрасно раскатывается без подпыления мукой. Теперь вырезаем вот такие пасхальные яйца. Это у меня была обычная круглая вырубка, я просто ее немного сжала, придая форму яйца. Также оставляем между заготовками расстояние. Убираем излишки теста и сразу его отправляем в пакет. Как и прошлые пряники, выпекаем их ровно 7 минут. Вот такие ровные и гладенькие со всех сторон они получаются. Если в дальнейшем вы планируете расписывать пряники глазурью и устанавливать их, например, в качестве топеров на куличи или торты, то их обязательно нужно заранее проткнуть шпажкой или зубочисткой, пока они еще горячие или хотя бы теплые. В холодном виде пряник может раскрошиться. Крупные пряники лучше надевать на шпажку, положив их на стол и параллельно поверхности стола аккуратно проткнуть пряник примерно на треть. Шпажку можно вытащить, чтобы она не мешала, главное сделать отверстие именно в горячем прянике. То же самое касается дырочки для ленты или тесьмы, если вы планируете их куда-то повесить, например, расписные пряники для рождественской елки. А тонкие дырочки под ниточки лучше делать толстой шпажкой. Таким образом выпекаем все пряники. Очень удобно, если у вас несколько ковриков, ну или хотя бы два. Пока на одном раскатываем тесто и вырезаем заготовки, второй уже выпекается в духовке. Пекутся пряники очень быстро. А сейчас хочу показать вам, как сделать пряники со стеклянными окошками. Для этого нам понадобятся обычные леденцы. Раскатываем тесто в пласт, вырезаем большие пасхальные яйца, убираем излишки теста в пакет и делаем внутри каждого отверстие в виде все тех же фигурок. Вырезанные серединки тоже убираем в пакет. Переносим коврик на противень и полученные отверстия заполняем обычной карамелью по одной конфетке на каждый пряник. При выпекании карамель будет таять и растечется, полностью заполнив отверстие. Карамель тает ровно 7 минут, поэтому такие крупные пряники могут выпекаться чуть дольше, минут 9-10. Вот такие пряники с карамельными окошками у нас получились. Я уже испекла одну партию и хочу вам показать для примера. Пряники полностью остывшие, даже холодные. Карамель отлично застыла, с изнаночной стороны гладкие, а с лицевой немного фактурные. Снимать их с коврика нельзя до тех пор, пока карамель полностью не остынет и не превратится в стекляшку. Вот почему нужны еще запасные коврики, особенно если вы печете пряники с карамельными вставками. На кухне довольно жарко и тесто начинает быстро таять, поэтому или убирайте его в холодильник, или подпылите стол буквально щепоткой муки, слегка его подмесите и тесто снова станет плотным. В результате у вас уйдет вся мука, данная в рецептуре. Это тесто хорошо вбирает в себя муку, но вы его не забьете, если точно отмерите ее количество. А сейчас напечем маленьких пряничков для украшения кексов или небольших куличей. Если у вас нет подобных вырубок для пряников, можно использовать любые подручные средства – рюмки, стаканы, жестяные банки и т.д. или сделать вырубку самостоятельно, отрезав небольшой кусок строительного профиля и согнув его по трафарету. Концы просто перевязать прочными нитками. Кроме того, можно вырезать из бумаги или плотного файла любые понравившиеся вам фигурки и, приложив этот трафарет на тесто, просто вырезать по контуру ножом. Вот, друзья, чем хороши тефлоновые коврики. Ничего не прилипает, изнаночная сторона гладкая, ровная, но это еще и потому, что мы вместо сахара использовали для приготовления теста сахарную пудру. Если вы хотите, чтобы после выпечки ваши пряники получились абсолютно плоскими, пока они еще теплые, придавите их сверху любой ровной поверхностью, хоть тем же противнем или, например, разделочной доской. Перекладываем пряники на поднос и сейчас покажу вам, как хорошо остыли пряники с карамельными окошками. Они уже легко снимаются с коврика, холодный карамель отлично застыла. Таким образом, продолжаем выпекать необходимое количество пряников. Если хотите приготовить из этого теста печенье, раскатайте его чуть тоньше, примерно 2-3 мм. После выпечки оставьте на столе до полного остывания и не убирайте в контейнер, так изделия будут более хрустящими, если, конечно, у вас не сильно высокая влажность в помещении. Готовые пряники и печенье можно оставить в натуральном виде без украшения сахарной глазурью, они и так очень вкусные, красивые и необычные, особенно те, что с карамельными окошками. Такие пряники могут храниться при комнатной температуре очень долго, от 3 до 6 месяцев без потери вкуса, свежести и аромата, при условии, что они хранятся в герметичном контейнере или коробке с закрытой крышкой или в завязанном пакете. Пряничное тесто очень гигроскопичное, оно хорошо отдает влагу в сухом помещении и также хорошо впитывает ее во влажной среде, но если все же ваш пряник пересох, положите в коробку или в пакет порезанное яблоко, оно будет отдавать влагу, а пряник с удовольствием ее впитает и станет опять свежим и мягким. Итак, друзья, в результате из этого количества продуктов у нас получилось 2 полных подноса ароматных медово-имбирных пряников. Если вы плохо дружите с самодельным асингом, оставьте пряники в натуральном виде или купите готовый и вместе со своими детьми или внуками украсьте прянички, как пожелает ваша душа! Готовьте с удовольствием! Желаю всем приятного аппетита! Ну что ж, друзья, если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк! Я рада, что вы пользуетесь моими рецептами, оставляете свои отзывы и задаете вопросы в комментариях! Не забудьте подписаться на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео! Напомню, что на канале есть плейлисты «Тесто» и «Пасха», в котором собраны рецепты пасхальной тематики, в том числе и для украшения куличей. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч!